В 1896 году на свет появился Евгений Шварц, будущий писатель и драматург. Шварц родился в Казани в семье медиков. В 1914 году он поступил на юридический факультет Московского университета, но затем решил посвятить жизнь театральному искусству и литературе. Шварц переехал в Ростов-на-Дону, где поступил в театральную мастерскую. Помимо театра он работал фильетонистом в провинциальной газете «Всесоюзная кочегарка». В 1921 году он приехал в Петроград в составе Ростовской театральной труппы. Некоторое время Шварц работал секретарем у Корнея Чуковского, затем сотрудничал в детских журналах «Чиж и Ёж». В 1923 году начал публиковать свои фильетоны. С 1924 года Евгений Львович жил в Ленинграде, работал в госиздате под руководством Самуила Маршака. Тогда же сблизился с представителями литературной организации «Объединение реального искусства». Первая отдельная книга Шварца «Сборник стихов. Рассказ старой балалайки» появилась лишь в 1925 году. Вдохновленный этим успешным дебютом, писатель посвятил детям сказку для театра «Ундервуд», пьесу «Клад» о юных разведчиках народного хозяйства. Но вершиной его творчества стали переложения сюжетов Андерсона, «Принцесса и свинопас», «Красная шапочка», «Золушка», «Снежная королева», на которых выросло не одно поколение детей. В 1944 году началась работа над самым личным, исповедальным произведением, сочинение которого заняло 10 лет. Название менялось несколько раз. «Медведь», «Веселый волшебник», «Послушный волшебник», «Безумный бородач», «Непослушный волшебник». Пока, наконец, не получилось изящно и просто. Обыкновенное чудо. Пьесу ставили во многих театрах страны и каждый раз с неизменным успехом. Некоторые критики обвиняли автора в том, за что сейчас бы его приветствовали, в аполитичности. Его герои чаще всего далеки от каких-либо политических идей. И в этом заслуга мастера. Редактор субтитров А.Семкин